МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ваши 100-летняя серия. Началась она с созревания черешни, что сама по себе вещь невиданная, неслыханная и находится за гранью научного садоводства. Можно смело говорить. А вы знаете, что такое черешня? Черешня – это то ли разновидность вишни наиболее облагороженной, то ли самостоятельная культура. Но она фактически с вишней неразделима в моем понимании. И с этого момента, я надеюсь, будет неразделима с вишней и в вашем понимании. Почему? Потому что вишня сверхморозостойкая, наша сибирская разновидность, да? Вот. И мы о ней будем много и тепло говорить, когда, правильно, когда она созреет. Вот. Пока вы видите вот эту панораму, вы ее даже не отличите от других деревьев. Но черешня созрела. Я хочу вам ее представить. Помните разговор о том, что мы с вами ознакомимся со всеми деревьями. Имеется в виду в моем саду. Но я все-таки считаю, что еще и соседские сады мы привлечем к этому. Почему? Потому что они необычайны. Вот. Сейчас поймете, почему вишня и черешня неразделимы. Ну, вспоминать, что они даже поляют друг друга. Значит, очень близкие родственники. То, что у меня получилось несколько супергибридов, убедитесь сами. Между ними. Необычных гибридов. Не половых. И вот, значит, все имело свое начало. Когда я сюда приехал в 84-м году, я вишню имел понятие. Вишню до меня здесь начал размножать мой друг Александр. Он уже на том свете. Он там, наверное, на Коврайском саду. Фанатик необычайный. Вот. И вот его сад, который после его ухода из этой жизни, трагической смерти, он частично задичал, частично нет. И вот мы его специально... Потом я попрошу у нового хозяева разрешения. Они далеко отсюда. Их трудно достать. И получается, садом этим они не занимаются. Сад задичал. И в нем есть шедевры. Вот смотрите. Один из них, это та самая вишня. Эта вишня я дал название Сибирская штаммовая. Ну вот. Смотрите. Интересная панорама. Если уж изначально, да. Где, когда мог в Сибири кто видел вот такую огромную ругу. Вот. Все, что вот здесь, посажено, это посажено больше 30 лет назад. Полюбуйтесь. Вот она уже плодоносит. Никто никогда с ней не собирает плоды. Все достается птицам. Почувствовали ее размеры, нет? Там где-то на небе верхушка. Вот. Ну а дальше что? Дальше идет черемуха. Дальше идет это та самая вишня. Вот. Когда-то она, видимо, была завезена с лыпинскими переселенцами. Одичала прижилась. Где достал мой покойный друг, я не знаю. И вот снова сама вылезла за ней. И густо-густо растет снова черемуха. Вот. Облепиха. Вишня, но уже не сибирская штаммова, а степная. Я вас потом поближе познакомлю, когда-нибудь плодоносит. Ну и, наконец, кедр. А на дальнем плане гигантская сибирка. Она была привезена из лесу. Она была привита. После его смерти почему-то яблони прививки. Великолепные были яблони. Как он их формировал любовно, не применяя секатор, а изгибами. Но, к сожалению, почему-то яблони погибли. Там дальше еще есть сливы. Там дальше есть фундук. Вот. Это все мы будем проходить. Почему? Это все должно изучаться нами во вторую очередь. И в первую очередь, конечно, должно было изучаться все-таки наукой. Но и это пока не надо. Добавить, никогда не надо будет. Вот там огромное дерево. Сибирка полюбовались. Потом как получилось? Потом это вишня сибирская. Штамбовая перекочевала ко мне. И к моей соседке напротив. Вот. Сейчас вы увидите более молодое деревье. И после этого мы с вами пойдем заниматься черешней. Вот. Вот она, видите? Сюда перекочевала. Вот. И ко мне перекочевала. Вот так последовательно и пошла тенденция размножения. В Сибири ее мало. И у меня такое подозрение, что за пределами нашего региона, у нас она еще в окрестных деревнях немножко встречается, совсем чуть-чуть, она мне глаза режет. Вот. Вот. А уже эта вишня, которую я назвал сибирской штамбовой, видимо, это бывшая вишня Владимировская. Владимирская, видимо, одичавшая. О ней поговорим. А главное, к чему я подвожу, не было бы ее бы, не было бы черешни. И так пошли знакомиться с черешней. В этом году морозы доходили до 35-36 градусов. Вот. И то, что сохранились даже цветочные почки, это оказывается феноменальная вещь, которую пока в состоянии наука, пока не в состоянии повторить. Честно говоря, они попыток таких не делают, по крайней мере, в Сибири. Вот. Канчина с достижениями брянскими вызывает у меня страшное восхищение, но не хочется быть хуже. Вот. Завидовать уже не буду, потому что повторилось очень даже неплохо. Очень даже неплохо вот это вот родословно идет от Боднера. Вот. Про него отдельный разговор. Будет здоров. Съезжу и там фильм сниму. Вот это потомки Боднера. А вот это вот, к примеру, черешня, да, она в два раза мельче, но она настоящая. У нее и лист помельче, видите? Вот. Но она настоящая. Это черешня, которая мне пришла с Волги. То ли Великий Мелгород, то ли Нижний Мелгород. Жаль, что я тогда еще и сам не понял, что это будет. Вот. А будет это, знаете, что феномен именно для северных мест. Там человек, который мне прислал, прости меня, друг, за то, что я не помню кто, вот он сказал, что черенки взяты с дереву, черешня, которому 40 лет. Ну, ее, судя по размеру плодов, можно смело назвать, знаете как, полукультурной, потому что еще дикая черешня. Я на ней вырос на Украине, мы целыми днями сидели на ней и с утра до вечера ели черешню на огромных деревьях черешнях. Естественно, непривитых, естественно, то ли диких, то ли одичалых, да. Вот. И вот у меня я наконец дожидаюсь знаете, сколько я ждал? 2007 года, получается, 9 лет. Вот это будет желтая черешня. Тогда было несколько мелких, несколько желтых плодов. Вот. Я больше ничего не делал. Это ее бодно называют желтой драганой, тоже от него. Вот она. Замечательнейшая вещь, пока мелкая, потом укрупнится, будет очень вкусная, будет очень сладкая. Вот это третье чудо, которое я вам показываю. А, нет, еще есть четвертое чудо. Сейчас мы с вами еще погуляем. Вот опять прекрасные крупные плоды, как бы их показать во всей красе. Вот. Не знаю, видно что-нибудь на экране, не видно. Вот, конечно, они уступают те черешни по размеру, которые привезли с этого, со Средней Азии. Но тут я с ними пока еще не соревнуюсь. Дело в том, что эта черешня была выращена боднером из косточек магазинных. То есть ел черешню, которая с южных краев. Затем он ее просто-напросто выращил в виде сенецов и получилось возможно чуть мельче. Но я потом уже брал в виде черенков на сверхморостойке подой. Вот удалось продвинуть на север. У него аномальное тепло. Вот черешни нелегко. Посмотрите сюда. Видите что творится? Я не обещаю длинный век. Вот. Вот она уже обогнала вишню. Сейчас бы я это было много лет назад. Сейчас бы еще ниже привил. Тогда бы уже такого расхождения не было. Такого обгода. Вот. Видите? Ну и тут пни здесь были замерзшие ветки после 40 градусов зим. Ну вот выдержала снизу нашлась почка. Она превратилась в мощное плодносящее дерево. Посмотрите сколько. Ой, наверное плохо видно. Сколько там черешни наверху. Нет, наверное не видно ничего. на фоне яркого неба. Ну остается верить моим глазам. Вот. Потом мы еще поговорим отдельно надеясь про шелковицу. Вот она шелковица. Так. Сейчас пока плоды на ней разглядеть очень и очень сложно. Но докажу, что я не болту. Вот они. А пока идем мимо. Еще покажу вам одно интересное дерево. Вот. А про это я скажу следующее. Мой помощник здесь рожок костер. Мы получили не болезнь обожженные ветки. Вот здесь видите все обгоревшее. Вот это была ошибка. А я не заглядел. Вот. Пока занимаюсь высокой наукой. Результат подпаленные ветки здесь и подпаленные ветки здесь. Фактически уничтожена прекрасная вишня. Вот. Кстати интригую. Уже раз показывал. Время идет. Впервые за 15 лет завязались плоды вот на этом деревце вот оно за забором моевыками посажены тот самый першик абрикос из Береславского района Херсонской области. 15 лет ждал. Почему он нормально не развивался? А у меня их было несколько и они все замерзли. А он посажен был по принципу ну куда не ткнуть. Ну вот сейчас с плодами любуйтесь посмотрим будут ли они 100-150 грамм. Может и не будут. Тень от огромного вот этого плодносящего который я называю патриархом манджутского абрикоса. Ну ладно идем дальше. вот все я вам хочу показать один очень даже уникальный абрикоса очень уникальный черешню. Вот здесь у меня получился своеобразный гибрид. вот видите ее уже вообще едят эти самые птицы вот они клюют 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 так что сегодня вся она будет собрана полностью так иначе я просто останусь без косточек без косточек останется наука но не из-за меня она а из-за той мертвы вот они самые морозостойкие в мире черешни видите вот я бы так покажу и снизу с под подолок как бы вот и так показываю и так и так и так половина уже склевана вот пожиже стало вон и сколько клевали вот так вот теперь значит спасаем эти косточки и естественно наука не надо это дураку понятно зачем самая шеверная самая морозостойкая в мире черешни вот я их уже называю гибридной почему лис измельчал черешня измельчала но тем не менее я считаю что это феномен это так же как мои перчики пусть они 30-40 грамм пусть но это персик вот мы шагнули за пределы науки вот полюбовались на это дерево да вот и придет пора я вас познакомлю еще с их родственниками вишнями с улучшенными плодами интригую как это делать это особый разговор а сейчас мы пойдем все-таки еще одну черешню в самом конце мы с вами прошли несколько неплодоносящихся черешен возможно потому что некому опылить лучшим опылителем черешня считается вишня нет даже для многих сортов вишни черешня для некоторых сортов черешня вишня а здесь допустим рядом вишня помине нет мы совсем другом конце сада вот она дикая груша вот яблоня вот дикий манжурский абрикос правда он уже не совсем дикий смотри сколько на нем плодов немерено вот и тут раз два три черешни так вот две из них рядом растут вот одна чуть поводы и вот первый урожай много лет ждал там-то хотя бы прикрыто где мы видели от ветра все-таки где сараем где другими деревьями а здесь посмотрите насколько она отстала вот они мелкие называется брянская розовая области еще неизвестно что будет одно точно знаю что сорт это настоящий черешня судим по листьям да видите ошибиться невозможно плоды показал они настолько еще зеленые что их практически не видно в листве и если у нее будущее посмотрим условия жестче здесь она как бы растет на голом месте никто не укрывает от ветра посмотрите да сад конечно хорош но зимой то беспрозрачный зимой некому защитить от ветра вот эти вот нежные черешни вот ну что надо будет переносить на другие деревья на вишни и растить чуть-чуть более комфортабельно месте за высоким забором за сараем за домом все-таки щеберь может быть у нее морозойка сниже чем у тех вот все-таки те прошли огневоды и сорокинская и с волги и черешня боднара вот а это брянская розовая может и такая же морозостойкость ведь выжила животное вот ну вот сколько лет 10 первые ягодки до этого иногда пыталась свести но цветы были плодов не было посмотрим вот пожалуй этот очень скромный вклад в черешневодство ну скромный как значит деревьев немного около десятка плодоношение в прошлом году впервые наелся черешни за лет 20 25 пока я пытался скромно ей заняться вот не старался не делал акцент в отличие от абрикоса вот росла сам не верил что дойдет до ума дошла тут выясняется что все эти сказки про алтайские черешни сказками остались вот в средней полосе России у нескольких энтузиастов да и причем там гораздо теплеще у меня посмотрим жизнь продолжается